Вы когда-нибудь подобное видели? Столкнулись два монстра, Тираннозавр и Брантозавр. Один добрый, другой злой. Кто же из них всё-таки сумеет выиграть? Кто же из них победит? Всем привет, ребята! С вами Аланубик, Пещерный Человек, и добро пожаловать в Майнкрафт. Сегодня в Майнкрафте мы с вами продолжаем выживать в суперзлом и очень опасном древнем мире, в мире динозавров. А если ты хотя бы один разочек видел фильм или мультик про динозавров, обязательно поставь свой лайк прямо сейчас под этот ролик. Ну а также подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, если ты этого ранее ещё не сделал. Ну а сегодня, ребята, мы с вами попытаемся построить себе новый дом, укрепить его и создать все самые необходимые условия для того, чтобы выживать. Как вы, наверное, знаете, я относительно недавно ходил в гости к Пещерному Человеку Алексису. Ну так вот, ребята, он меня научил крафтить очень много различных вещей. Я очень долго думал, ребята, где нам построить наше с вами новое жилище. И придумал, давайте мы это жилище поставим вот здесь вот, на этом вот холмике, на этом пригорке, для того, чтобы всё видеть. Когда мы будем здесь жить и будем отсюда выходить, мы с вами будем прям всё видеть. Где динозавры, злые динозавры, где динозавры добрые, кто на нас будет нападать, и сможем как-то сориентироваться. Потому что в пещере там очень неудобно жить, потому что ничегошеньки не видно. Поэтому, ребята, здесь у меня есть кое-какие инструменты. Сейчас я попробую немножечко разбить вот эту вот глыбу земли и камня. И здесь вот мы с вами попробуем создать себе уютный домик. Ну, в принципе, вот таким вот образом наша с вами пещерка сейчас немножечко вида изменится. Я надеюсь, что сейчас нам здесь будет немножечко поуютнее жить. Можно даже, знаете, что сделать? Здесь у меня есть кое-какие ресурсы. Я уже заранее их накопал. И, соответственно, мы с вами сможем кое-что себе ещё сделать. Я придумал новый вид ресурсов. Я назвал их стекло. Мы с вами сможем с помощью этого стекла немножечко себе, так сказать, оборудовать наш с вами домик. Ладно, в принципе, прокапываться, я думаю, мы дальше с вами не будем. Здесь вот у нас будет ещё это так называемое стекло. Мы с вами поставим несколько блоков для того, чтобы было видно, что тут вообще находится. Это вот мы всё с вами сейчас разобьём. Это ветки деревьев. Они нам пока что, в принципе, здесь не нужны. Ну вот, ребятки, я тут, в принципе, уже расширил немножечко этот вот бугорочек земли. И посмотрите, что у нас здесь получилось. В принципе, мне кажется, что будет здесь довольно-таки уютно. Потому что монстры, монстры мы будем с вами сразу же видеть вдалека. И они не смогут на нас напасть врасплох. Ну что же, отлично. Теперь давайте заберём вот эту вот штуку, которую я называю стеклом. Ой, осторожно, не то сделал. Вот, у нас есть 14 штук с вами этого стекла. И мы с вами сможем вот так вот это всё укрепить. И после того, когда кто-то на нас будет нападать с какой-нибудь стороны, мы с вами обязательно их увидим. Здесь у нас уже есть. И ещё вот здесь вот мы с вами поставим вот так вот несколько стёклышек. Это всё отлично. Вот у нас с вами новенький домик практически и готов. Можно ещё, знаете, что сделать? Можно здесь немножечко себе вот так вот заложить, наверное, всё-таки землицы. Для того, чтобы у меня была пещерка такая, домик более-менее укреплённый. Отлично. И, по-моему, я здесь кое-что когда-то скрафтывал. Да, у меня вот тут уже дверки есть. Ставим их сюда. И получается вот такой вот у нас крутой домик. Домик-пещерка наша. Это что-то новенькое. Также здесь у меня есть немножечко заборчика. И мы с вами попытаемся себе создать более-менее какие-то человеческие условия. Сейчас мы вот так вот это всё обнесём заборчиком, чтобы на нас никто не смог нападать ни с какой стороны. Есть вот ещё. Ставим колышек. И погнали дальше. Вот, в принципе, неплохо. Здесь вот мы можем, в принципе, остановиться. Вот такой вот у нас крутой будет заборчик с одной стороны. С другой стороны мы с вами тоже немножечко это всё обнесём тем же самым заборчиком. Круто, ребят. Круто. Если честно, здесь у нас, наверное, с вами будет выход. Давайте мы вот так вот это всё чуть-чуточку уберём. И вуаля. У нас тут будет выход. С этой стороны мы ещё поставим вот так вот немножечко заборчика. Алё, алё. И вуаля. Всё, ребятки, посмотрите, какой теперь у меня стал домик. Во-первых, он стал немножечко огорожен. Это, конечно же, не суперзащита. Но, тем не менее, сейчас никакие маленькие динозаврики, либо огромные динозаврики просто так на меня не нападут. Потому что здесь забор есть и нет. Через этот вот забор, ну, по крайней мере, не все смогут перебраться. И также, ребята, здесь у меня уже есть более-менее мой домик защищённый. Ну, пока что он ещё не защищённый. Со временем я его буду как-то защищать с помощью различных ловушек. Может, даже сегодня какую-то с вами примитивную первую ловушку построим. Но он отличается от моей пещеры тем, что он находится на возвышенности. И получается, я практически всю долину сверху вот так вот буду видеть. И когда кто-то будет на меня нападать, я уже его, в принципе, сдалека увижу. Если что, смогу подготовиться к этому нападению. Отлично. Также, так как мне нужно что-то кушать, ребята, то мне нужно сделать себе первый какой-нибудь примитивный огородик. Чем я, конечно же, и займусь. Мне нужно раздобыть немножечко пока что семян. Поэтому эти семена я попытаюсь раздобыть в траве. Хотя бы штучек 8, если бы я нашёл, было бы просто замечательно. Пока что всего-то навсего я нашёл 3 семена пшеницы. А мне нужно их, ну, чуть-чуточку нужно. Потому что, ребята, без семена пшеницы я не смогу посеять тебе хлебушек. Соответственно, не смогу его потом собирать и кушать. Можно, в принципе, ещё вниз вот туда вот отойти. Там тоже вот видим, что травка растёт. Может, здесь мы с вами немножечко ещё семян раздобудим. Здесь ей, в принципе, довольно-таки много. Теперь берём нашу мотыгу. И также нам понадобится немножечко ещё кое-что сделать. Нам нужно с вами сделать ведёрко. Для того, чтобы сделать ведёрко, мне понадобится переплавить железную руду. Я её раньше добыл уже в своей пещерке. Единственное, что нужно немножечко ещё вот дровишек сюда подбросить, для того, чтобы оно всё здесь плавилось. Мы с вами сделаем себе самый первый огородик. Итак, здесь вот мы, наверное, с вами где-то разольём нашу водичку. Потому что без водички оно будет расти очень-очень долго. Если мы с вами добавим сюда чуть-чуточку побольше водички, да, вылим водичку, то тогда тут будет намного-намного больше урожая. Отлично, в принципе, вот такой вот грядки для начала нам с вами хватит. Здесь вот мы с вами обработаем полностью почву и попробуем высадить первые семена пшенички, которую мы с вами раздобыли с таким трудом. И со временем я вот эту вот тоже территорию всю, так сказать, обработаю. И здесь вот у меня будет вот такой вот мой крутой огородик. Ладно, теперь нам нужно позаботиться о водичке. Берём несколько железных слитков и через вот эту вот штуковину делаем себе такую вот штучку, которая называется ведёрко. Нужно ещё немножечко, вот ещё один слиток мне понадобится. Два ведёрка мы себе сделаем. Начинаем так, как у меня в пещере там есть немножечко водички, там, где я раньше жил, поэтому я сейчас отправлюсь к себе в пещерку. И как раз-таки раздобуду два ведёрка этой вот водички. Вот она здесь внизу находилась. Одно ведёрко, другое ведёрко. Всё отлично, смотрите, ребята, у меня уже есть два ведёрка водички. Также меня Алексик научил кое-какому приёмчику. Я могу сделать себе колодец. Колодец это такая штука, где постоянно будет находиться водичка. Итак, берём наше ведёрко одно, другое. Нет, не так я поставил, сейчас я переставлю этот вот блок. Нам нужно блок переставить вот таким вот образом, вот сюда вот. А здесь вот мы с вами сейчас вылим одно ведёрко, здесь мы вылим другое ведёрко. И вуаля, мы можем с вами набирать столько воды, сколько понадобится, сколько, столько, сколько захотим. Всё, ребята, у нас с вами есть вот такая вот тепличка. Здесь, смотрите, сколько много уже водички есть и семена уже посажены. Можно здесь ещё разбить. Нет, ничего пока что нету. Ну, в принципе, неплохо. Смотрите, мы с вами, в принципе, за очень короткое время сделали себе вот такой вот более-менее подходящий домик для жизни. Сделали себе кое-какую огородку для того, чтобы на нас не нападали злые монстры и уже позаботились об нашей с вами пище. Ну, а теперь я хочу себе сделать что-то наподобие либо озерка небольшого, либо большого прудика. Для того, чтобы ловить там рыбку и, соответственно, купаться, когда мне будет очень-очень жарко. Это, конечно, я сделаю прям не на своей территории, это я сделаю чуть-чуточку вот подальше где-то. Мне понадобится кирка, которая у меня, в принципе, уже есть. И вот как раз-таки вот эта водичка, которая уже тоже у меня имеется. Для начала давайте мы решим, где у нас с вами будет озеро. Я предлагаю где-то здесь вот его сделать, потому что оно должно быть чуть-чуточку пониже, чтобы водичка в нём постоянно была и чтобы нам было с вами удобно в него прыгать и удобно было там рыбачить. Ну что же, здесь вот мы с вами попытаемся вот этот вот булыжник разбить и, соответственно, здесь у нас с вами будет наше озерцо. Я думаю, что вот такого вот озера мне, наверное, хватит с головой, поэтому сейчас мы с вами попробуем его, так сказать, наполнить водичкой. У меня есть там, можно сказать, бесконечный источник воды. Всё, что мне нужно будет делать, это бегать туда, набирать одно ведёрко и приходить сюда вот и выливать в это вот озеро. Со временем я его полностью наберу и оно будет полностью-полностью наполнено водичкой. Осталось совсем немножечко водички сюда влить и оно будет готово. Всё, выливаем, в принципе, это ведёрко тоже можем вылить сюда и у нас с вами готово озеро. Когда нам будет сильно жарко, мы сможем сюда вот, в принципе, приходить и здесь купаться. Также, когда у нас вообще не будет что кушать, мы сможем также сюда приходить и рыбачить. И, ребята, вот такой вот у нас будет крутой источник, где мы сможем с вами себе, помимо того, чтобы охлаждаться, ещё и ловить рыбку. Ну и самое последнее, что я хотел здесь сделать, это посадить как раз-таки сад где-то вот рядышком, чтобы далеко не ходить за древесинкой. Три саженца у нас есть, высаживаем один саженец где-то вот сюда вот, он со временем разрастётся. Другой саженец мы можем высадить где-то, допустим, вот сюда вот. И последнюю берёзку мы тоже давайте высадим где-то вот здесь вот. Всё, ребята, теперь эти деревья три вырастут, будут с этой стороны у нас будет тенёчек, будут у нас яблочки и будет у нас древесинка. Единственное, ребята, что меня смущает, так это то, что здесь очень мало ловушек, потому что без ловушек я практически не защищён. Здесь есть всего-то навсего одна ловушка, которую я построил несколько дней тому назад, но она не будет справляться с объёмом тех монстров, которые на меня будут нападать. Вот эта ловушка, она работает, всё нормально, но она всего-то навсего одна. Поэтому, либо сегодня, либо завтра мы с вами ещё какую-нибудь ловушку себе придумаем и сделаем здесь её где-нибудь недалеко от нашего входа, либо справа, либо слева от домика, соответственно, для того, чтобы злые динозавры, которые на нас будут нападать, в эту ловушку попадали и погибали. Ну а пока что, наверное, нужно позаботиться о еде, пока у меня здесь нету ни удочки я ещё не успел сделать, ни пшеничка моя ещё не выросла. Давайте мы с вами отправимся пока что на охоту. Возьмём, пожалуй, мы с вами наш лук, стрелы и давайте возьмём железный меч, который я уже себе, в принципе, тоже скрафтил. Также давайте мы возьмём мою кожаную броньку, мне её подарил Алексис, большое ему за это спасибо. Кстати, ссылочка на его канал будет под этим роликом, если кто ещё не подписан, можете переходить и подписываться на него. А мы с вами одеваем мою броньку, берём мой лук, берём мой меч, стрелы и отправимся добывать себе какую-нибудь пищу. Можно было, в принципе, конечно, спуститься вниз и вон там вот попытаться уничтожить хотя бы одного динозаврика, но эти динозаврики добрые, поэтому я не хочу их трогать. Пускай они себе здесь живут, мне, в принципе, не скучно будет тогда здесь одному вышивать. Я уже раздобыл себе довольно-таки большое количество миска и кожи, поэтому можно отправляться и домой. Ещё вот здесь можно свиного миска чуть-чуточку раздобыть себе и на этом, в принципе, всё. Это кто такой? Ребята, посмотрите, это злой динозавр, это огромный злой динозавр! Жестяк! Я просто-напросто сам с этим монстром не справлюсь, поэтому мне нужна помощь, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста, смотри, какой ты огромный, ты очень большой, да не коровку, вон того огромного динозавра. Пойдём я тебе покажу, кого надо бить. Огромного злого тиранозавра, он съел всех моих соплеменников, он очень злой. Мы всем племенем пытались на него напасть, пытались его уничтожить, но он всех сожрал. Один-единственный я выжил из-за того, что просто-напросто сумел всё-таки от него свалить. О, сейчас мой маленький бронтозаврик, ну пожалуйста, пожалуйста, бей его, бей его, давай, давай. Бронтозаврик, отлично, отлично, смотрите, он, по-моему, уничтожает этого злого монстра, но он меня преследует. Бронтозавр его, в принципе, пытается бить, но он меня просто-напросто преследует. Бронтозаврик, пожалуйста, помогай мне, уничтожая этого злого монстряку, отлично, они, в принципе, по-моему, между собой. Да, они уже воюют между собой, смотрите, это битва динозавров. Вы когда-нибудь подобное видели? Столкнулись два монстра, тиранозавр и бронтозавр. Один добрый, другой злой, кто же из них всё-таки сумеет выиграть? Кто же из них победит? Кто кого? Ну же, я надеюсь, что всё-таки добрый бронтозаврик сможет уничтожить этого злого тиранозавра, потому что если сейчас выиграет злой тиранозавр, это будет капец, ребята. Да-да-да-да-да, выиграл всё-таки добрый, выиграл добрый динозаврик. Наконец-таки я смогу спать спокойно, мой добрый маленький динозаврик, ну не такой уж и маленький, но всё равно мой добрый динозаврик-сосед уничтожил злого тиранозавра. В принципе, после такого эпического сражения, где мой сосед бронтозавр уничтожил злого тиранозавра, можно возвращаться домой, тем более я набрал уже нужное количество мяса И нужное количество кожи для того, чтобы сделать себе новые доспехи Я надеюсь, что мой соседушка Бронтозавр будет меня и дальше защищать А мы с вами сейчас посмотрим, что у нас здесь видоизменилось Посмотрите, ребята, мой сад уже созрел Вы видите, да, друзья мои? Уже этих три дерева выросло, и посмотрите, как красиво стало Здесь у меня будет озеро, и возле озера находится мой сад Где я буду добывать древесинку, где я буду добывать яблочки И, надеюсь, где я буду рыбачить в холодке Отлично, ребята Тем более, что, смотрите, у меня даже моя пшеничка начинает уже прорастать Вот уже одна, в принципе, дозрела И здесь уже дозревает вторая пшеничка За сегодняшний день мы с вами сделали очень много работы Сделали домик, сделали огородку вокруг моего домика Сделали вот такой вот примитивный, но тем не менее, очень нужный огородик Сделали озеро, посадили сад И, в принципе, помогли нашему Бронтозаврику, нашему соседушке уничтожить злого тираннозавра И я думаю, что на этой оптимистической ноте мы с вами будем заканчивать этот ролик Ну, а если ты еще не подписан на меня, обязательно подписывайся на мой канал И нажимай на клавишу колокольчика А также поставь свой лайк, если ты его еще ранее не поставил Ну, а с вами был Алла Нубик Пещерный Человек И совсем скоро мы с вами обратно увидимся Всем пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok